Добрый день! Представляем вашему вниманию очередной выпуск программы «Новости индустрии» по версии Либрейд, специально для Дуко Скопи ТВ. По последним данным, после спайка швейцарского франка, который произошел 15 января, представителям Либрейд в руки попал текст инфиденциального информационного меморандума о британской дочерней компании Alpari. Как сообщает веб-сайт, КПМГ старается продать бизнес целиком, пытаясь найти покупателя, который смог бы инвестировать 20-25 млн фунтов для покрытия дефицита капитала Alpari в 15 млн фунтов и для финансирования дальнейших операций компании в качестве регулируемого предприятия FCA. КПМГ намерены продать Alpari, потому что их крайне беспокоит их нынешнее состояние. По мнению Либрейд, нет такого покупателя, который даст как минимум 30 млн долларов для того, чтобы купить активы розничных клиентов в 99 млн долларов и еще активы в 15 млн профессиональных клиентов, учитывая все риски. Британская компания Alpari потеряла 24 млн фунтов. Это 36 млн долларов. Черный четверг из-за роста швейцарского франка. Теперь они имеют негативный баланс по клиентским счетам, который составляет 31 млн долларов. Половидную данной суммы потеряла 9 клиентов. Также, как стало известно, Либрейд у компании есть долг в 25 млн долларов. Своему прайм-брокеру Ситибанк, которому не должны 8,8 млн долларов, компании FXCM, они должны вернуть 2,5 млн долларов. А профессиональным клиентам Alpari они обязаны возместить 14,3 млн долларов. На посылках Либрейд расскажет вам об основных ключевых моментах информационного меморандума KPMG. Согласно Либрейд, не было никаких уминаний о каких-либо судебных разбирательствах. Не было никакой информации в отношении продажи активов или же возможной продажи британской компании Alpari по частям. Между тем, они заявляют о том, что в обозримом будущем могут перепродать отразделения Alpari в Японии. Мы считаем, что наиболее возможные сделки могут быть таковыми – продажа активов и клиентской базы британского Alpari по наиболее выгодной цене, которая сможет в дальнейшем удовлетворить все требования кредиторов. Сегодня все. Мы будем продолжать держать вас в курсе того, каким образом спайк шестерского франка будет влиять на рынок Форекса. Здание.